Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. На очереди у нас пятая глава. В начале этой главы, в первых стихах, звучит прекрасная песнь. Песнь пророка, обращенная к Господу, которого он называет своим возлюбленным. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». «Ощеранна лидиди, щират доди». Даже по звукам слышно, насколько это все красиво и поэтично. Но песнь эта, она трагична. Вообще, «шира» — песнь, понятие довольно широкое, многозначное, может означать и гимн, и элегию, и какой-то широкий набор, самый широкий набор песенных жанров. Вот здесь жанр песни «шира», часто встречающийся у пророков. Пророк Исаия здесь обращается к Господу и хочет ему воспеть песнь о винограднике его. Кэром, виноградник — это образ, метафора, обозначающая Божий народ. Часто у пророков народ Божий изображается именно в виде виноградника. Вспомним хотя бы один из псалмов, где сказано, что Господь очистил землю, оскверненную хананеями, и насадил свой виноградник, израильский народ. «Воспою, возлюбленному моему, песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». Израильский народ на вершине уточненной горы, насажденный Господом, которого пророк здесь называет возлюбленным. «Едиди, возлюбленный мой!» «И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые ягоды, а он принес дикие ягоды». Казалось бы, так торжественно и красиво все это звучит, и потом вдруг раз, а он принес дикие ягоды. «Виноградарь ждет от своего труда, от возделываемого им виноградарем виноградника, ждет добрых плодов. Как всякий человек, который возделывает какую-то культуру, а виноградник требует очень больших усилий по его возделыванию, сельский житель, крестьянин, виноградарь в данном случае, ждет доброго плода. Добрых дел ждет Господь от своего народа, от Израиля. Но вместо этого приносит он виноград, дикие ягоды, плохие, дикие, негодные к употреблению, к тому, чтобы съесть, и уж тем более непригодные для того, чтобы приготовить из этих ягод виноградных, диких, доброе вино. Всякий христианин, читающий эти древние строки Исаии, конечно же, вспомнит притчу о злых виноградарях, содержащуюся в Евангелии. Там тоже хозяин виноградника – это Бог, а виноградари – это вожди израильского народа, его духовные и политические руководители. Тема продолжается, она развивается. Эта метафора имеет свое счастливое продолжение в Новом Завете, в мессианскую эпоху, и истолковывается уже в Новом Завете, в мессианском ключе, сын виноградаря, сын хозяина виноградника, точнее, в Новом Завете – это Господь наш Иисус Христос. И вот эта притча о злых виноградарях, она имеет свое начало, свое происхождение вот в этой песне «Возлюбленному о винограднике», которая звучит в первых стихах пятой главы книги пророка Исаии. Дальше продолжается речь Исаии, но Исаии обращается уже не к Богу, а к жителям Иерусалима. «И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». Это прямая речь Господа, озвучиваемая пророком. Он, хозяин виноградника, виноградарь, хочет судиться со своим виноградником, со своим народом. «Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Вместо добротных, хороших, добрых гроздев винограда на винограднике дикие ягоды. Виноградарь сделал все, чтобы вырос добрый, хороший урожай. Господь сделал все для своего народа, чтобы этот народ приносил добрые плоды, а не злые плоды, не дало поклонства, не притеснения внутри народа, а добрые дела и добрые плоды следовало бы приносить народу так, как ожидает его хозяин и его Господь. «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и будет он опустошаем, а разрушу стены его, и будет попираем». Вот здесь уже виноградник – это страна, Иудея, это город, Иерусалим. Его стены будут разрушены, и будут попирать его враги, которых Господь попустит. «И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он терными и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя». Злые растения, терны волчцы, они губят добрые растения в саду, в винограднике, в огороде, где угодно, и придет в запустение, и так оно и будет. Какое-то время Иерусалим будет находиться в развалинах, придет в запустение, и не будет этот город, не будет о нем заботы, он будет в запустении. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев». Вот прямо объясняется эта метафора. Здесь в 7 стихе. «И мужи Иуды, любимое насаждение его, и ждал он правосудия», уже прямая речь пророка, «но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Кровопролитие и вопль — это злые, дикие ягоды. А правосудие и правда — то, чего нет. Нет правды, нет правосудия, нет добрых плодов, нет добрых ягод в этом винограднике. Так, собственно, заканчивается эта песнь. Первые 7 стихов 5 главы содержит в себе песнь о винограднике. Внимательный читатель еврейского текста наверняка заметит здесь, в последнем полустише 7 стиха, игру слов. В русском переводе сказано «Ждал правосудия, но вот кровопролитие». Правосудие, мишпад, суд. Кровопролитие. Здесь словом «кровопролитие» переведен еврейский термин «миспах». Пролитие, то есть пролитие крови имеется в виду. Даже звучат созвучно здесь. Игра слов построена на созвучии. Мишпад, миспах. И во второй паре слов тоже «цдака», правда, правда, правосудие, цдака, противостоит ему ца-ка. Ца-ка – это вопль, это крик, крик бедных жителей города, притесняемых богатыми. Господь ждет правды, мишпад, вместо этого миспах. Господь ждет цдака, вместо этого ца-ка. Построена на созвучии «игра слов» очень красиво в оригинальном тексте звучит. Мы продолжаем читать пятую главу, восьмой стих. «Горе вам, прибавляющее дом к дому». Дальше, я скажу сразу, дальше до конца пятой главы следуют суды, следуют проклятия, которые озвучивает пророк от лица Божия. Про возглашение вот этого «горе», «гой» на еврейском языке всем тем, кто поступает несправедливо, всем тем, кто творит преступления внутри города, бесчинствует. «Горе вам», – обращается пророк к богатеям, «прибавляющее дом к дому, присоединяющее поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Очень созвучно тем словам, которые мы находим у современника Исаии, пророка Михея. Михей жил в сельской местности и видел, как богатые землевладельцы отымают поля и дома у обедневших людей за долги. Видимо, то же самое происходило и в Иерусалиме, там, где жил Исаия, столичный житель. «В уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные домы будут пусты, большие и красивые без жителей. За грехи этих богатеев их домы будут пусты. Наказание постигнет богатых людей, которые наживают свое богатство за счет бедных. Десять участков виноградники дадут один бат, и хомер посеянного зерна едва принесет ефу». Бат — мера для измерения вина, вообще жидкостей. Хомер — мера для измерения сыпучих тел, в частности зерна. И вот будет совсем небольшой урожай. Здесь говорится о том, что Господь не даст урожая землям богатеев. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином». «Секера» — это крепкий напиток. «Шихар» — «секера» и «яин» — «вино». Эти слова стоят в параллели. И здесь осуждаются, не осуждается пьянство, хотя пьянство — это плохо, и часто в Писании осуждается. А здесь осуждаются те богачей, которые проводят все свое время в увеселениях, в возлияниях. Пьют крепкие напитки, секеру, и пьют вино без меры. И цитры, и гусли, тимпаны, свирель, и вино на пиршествах их, этих богачеев». То есть они пиршествуют блистательно, как сказано у Луки в притче о богатом человеке и Лазаре. «А на дела Господа они невзирают, и о деяниях рук его не помышляют». Безмятежно и весело проводят богатеи вино, взыскиваемое с бедных, как говорит Амос, пьют в домах богов своих. Если вспомним мы критику тех же самых богачеев, звучащего Амоса, очень много созвучий и параллелей здесь у Исаии. Они невзирают на дела Господа, о делах рук его не помышляют. Они вообще ни о чем не думают, не думают, что близится их погибель за их неправедные дела. Но, увы, за беззаконие богатеев ответственность несет весь народ, не только сами богатеи, но и весь народ в целом. И мы читаем в 13 стихе. «Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его, вельможи народа, будут голодать, и богачи его будут томиться жаждаю. Зато преисподняя расширилась, и безмерно раскрыла пасть свою. И сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. Закончатся эти пиршества, не будет больше ни секера, ни вина, не будет больше звучать цитра, гусли, тимпан и свирель, о чем говорилось, не будет больше праздников, а в разрушенном врагами городе будут валяться трупы, которые будут гнить, и будет человек смиренно потуплять свои очи, долу, и глаза гордых поникнут. Это будет божественное наказание за гордость и за угнетение бедных людей со стороны богатеев. А Господь, Саваов, превознесется в суде, и Бог святой явит святость свою в правде. Эта святость проявится в наказании. И будут пастись овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Богатые, все их богатство будет отобрано, сами они отправятся в плен, в изгнание, в депортацию. А чужие люди совсем чужие, завладеют их богатствами. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех как бы ремнями колесничными. Верви — это веревки. И вот как тянет колесницу человек ремнями колесничными, как веревками он влачит какой-то тяжелый-тяжелый груз. Также эти богатеи веревками суетности и ремнями колесничными влекут на себя беззаконие, а вслед за беззаконием — наказание. Это те, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Рече безумец в сердце своем несть Бог. Дважды звучит в салмах. Сказал безумец в сердце своем, а точнее мерзавец Наваль, сказал в сердце своем нет Бога. И вот здесь то же самое. Передается пророкам их речи, речи этих богатеев, которые пиршествуют и наживают свое богатство на горе обедневших своих собратьев, сограждан. Здесь цитируются их слова, которые надменны. Они, по сути, являются безбожниками. Они, конечно же, знают, что Господь есть, но они полагают, что Господь им не отомстит, что Он не накажет им за их злодеяния. Они, так сказать, практически атеисты. Горе тем, которые зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмой, и горькое почитают сладким и сладкое горьким. Те, которые извратили всякие понятия добре и зле. И здесь скрыто, видимо, звучит намек на коррумпированное правосудие, когда судей продажные оправдывают богатых и осуждают бедных. И вообще творятся всяческие социальные беззакония, несправедливости внутри города. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток. Об их напитках говорилось чуть выше. Все это звучат, проклятия звучат, обвинения в адрес богатых и вельможных людей, жителей Иерусалима, которые за свои неправедные дела, не за богатство. Богатство само по себе вещь нейтральная. А за то, каким путем они наживали это богатство, за все их злые пути, Господь наведет на них бедствие, наказание, суд. Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Эти подарки, точнее было бы перевести это слово как взятки, вот за взятки они оправдывают виновного. Здесь обвинение в адрес коррумпированных судей, взяточников. В другом месте священного писания мы читаем, что, в законе мы читаем, что взятки, подарки, дары делают судей слепыми. Они видят, что прав бедняк, а богач неправ, но богач подкупает судью, и судья судит во время тяжбы, решает тяжбу в пользу богатого. А бедного притесняет в суде, и бедный оказывается виновным, а богатый выходит в суда оправданным. Как сказано у Амоса, продают бедного за пару сандалий. Дают эти пару сандалий в дар судье продажному, и судья за эту взятку поворачивает тяжбу, поворачивает дело так, что виновным оказывается бедняк на суде. За подарки оправдывают виновного, и правых лишают законного. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и стлеет кровь их, и цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слова святого Израилева. Они поступают беззаконно. Закон Господень говорит что? Говорит о том, что бедных, социально незащищенных людей нужно защищать, быть на их стороне. Закон Господень, а значит сам автор закона, Господь на стороне притесняемой в суде вдовы, обижаемого сироты и пришельцев, которым тоже не оказывается забота. Господь сам себя называет судьей вдов и отцом сирот неоднократно. Так вот здесь они отвергли закон Господа Саваофа, неправедные судьи, и их подельники, богачи, и вместе осуждают бедного. За это сам Господь вступится за бедных и накажет злодеев. Их кровь разнесется, как прах, и цвет их. Они цветут и пахнут, эти богачи, но совсем другой, другой у них будет цвет и совсем другой запах, запах тления, когда их трупы будут гнить на улицах Иерусалима, оставшись без погребения. Зато возгорится гнев Господа на народ его, и прострет он руку свою на него и поразит его так, что содрогнутся горы, и трупы их будут, как помет на улицах. И при этом гнев его не отвратится, и рука его еще будет простерта. Город захвачен, пиршества прекращены, не звучит веселая музыка, трупы богачей в этом взятом врагами городе валяются на улицах, гниют, некому их погребать. И подымет знамя народам дальним, и даст знак живущему на краю земли, и вот он легко и скоро придет, неприятель. Не будет у него ни усталого, ни изнемогающего, ни один не задремлет, и не заснет, и не снимет пояс с чресла его, и не разорвется ремень у обуви его. Крепко слаженная, хорошо вооруженная армия нападет на народ Господень, на народ Божий. Это все попустит сам Господь, сам хозяин этого народа, хозяин виноградника, попустит врагу, дикому вепрю, разрушить этот виноградник. Враг хорошо вооружен. Мы читаем в 28 стихе. «Стрелы его заострены, и все луки его натянуты, копыта коней его подобны кремню, и колеса его, как вихрь». Он стремителен, напорист этот враг, могуществен. «Рев его, как рев львицы, он рыкает, подобно скимнам, и заревет, и схватит добычу, и унесет, и никто не отымет». Львица, скимен, грозные животные, царь зверей. Скимен — это молодой лев, кфир. «Унесет, и никто не отымет, и заревет на него в тот день, как бы рев разъяренного моря, и взглянет на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках». Эти все метафоры диких зверей, дикого разъяренного моря, которое ревет на народ. Здесь лев — это враг, а израильский народ — это добыча. В других книгах, в частности, в книге Амоса, в книге Иоэля, мы видим эту метафору, метафору льва, применяемую к самому Господу. «Господь зарычит с Сиона и даст глаз свой из Иерусалима». «Лев рычит тогда, когда перед ним добыча». Вот здесь рев льва, рев львицы с кимна перед добычей. Добыча — это Израиль, израильский народ. И лев не пощадит эту добычу. Другой образ, другая метафора — это море, разъяренное море, обрушивается на человека, на людей, на землю. Кто взглянет здесь на землю, не совсем понятно из контекста, но на этой земле тьма, горе и свет померк в облаках. Глобальная катастрофа, земля, может быть, здесь имеется в виду земля Израиль, может быть, последние слова пятой главы книги следует рассматривать в эсхатологическом контексте, в контексте глобальной катастрофы, грядущей на Вселенную, когда Солнце помернет и Луна не даст света своего, и небеса свернутся, как свиток, и звезды померкнут. Все, о чем говорит, говорят апокалиптические тексты Даниила, а также Иоанна в книге Откровения. В общем, все эти бедствия, грядущие на Израиль, они в конце пятой главы приобретают такой глобальный, такой общий эсхатологический размер. Так заканчивается пятая глава, вместе с ней первая часть, первый такой сборник пророчеств, довольно ранних пророчеств, по всей видимости, которые предшествуют Сиро-Эфраемитской войне. Дальше, начиная с шестой главы, будет уже другая, очень интересная тема. Главы с шестой по двенадцатую книги Исаии иногда называют сборником или книгой Эммануила. И Мануэль, с нами Бог, это имя, имя грядущего Мессии, имя Избавителя, Спасителя, прозвучит именно в следующих главах книги пророка Исаии. А мы на этом заканчиваем чтение пятой главы книги величайшего пророка Ветхого Завета, пророка Ишеягу. Запись делается для библейского портала Экзегет. Продолжение следует...